Люди опять трясет, капец. Смотри, люстра шатается. Алмату уже какой день трясет. И в воскресенье, в понедельник и до этого алматинцы ощущали толчки и ряд землетрясений. Тревожные сообщения в социальных сетях ролики очевидцев все это заставило еще раз задуматься над тем, насколько мы защищены перед угрозой. Как оказалось, почти никак. Например, Алматинский регион – это самая высокосейсмичная территория. Город дважды был разрушен до основания. Землетрясения были, есть и будут, сказали специалисты Института сейсмологии. В любой момент землетрясение такого уровня может здесь произойти. В этом плане не сейсмологи ожидают, а мы все государственные структуры, сейсмологи, все жители Алматы и Алматинской области и не только. Нужно находиться в состоянии ожидания в любой момент сильного события и нужно понимать, что делать и как себя вести, начиная от просто жителя этого региона, кончая всеми властными структурами. Вот у меня такой призыв как от сейсмолога и как от Института сейсмологии. Каждый месяц бывает около тысячи землетрясений, мелких и постоянных. Система раннего предупреждения – это датчики, которые срабатывают после первой волны и за несколько секунд до второй. Это позволяет останавливать движение транспорта, электроснабжение, газ, воду и так далее. Вот ее главная цель – оповещать население не собиралось и не обязано делать, говорят эксперты. Зарубежный опыт в этом плане положителен. В Японии сделано каким образом? Они, ну, богатая страна. В каждой квартире, в каждой организации стоит датчик, который срабатывает на определенную амплитуду колебаний. П-волна пришла, датчик запищал. Я сижу здесь, слышу этот звук и принимаю решение, что мне делать. Покинуть помещение или залезть под столб, или еще что-то, пока не придет вторая волна. Вот все. То есть там каждый житель в квартире имеет этот датчик. Нам еще до этого далеко. К сожалению, точные даты землетрясения ученые предсказать пока не могут. Хотя технологии ушли далеко вперед, мы все еще в поиске таких методов.